Здравствуйте, ребята! Надира Садыкова. Это моя история под номером 5 с замечательной и талантливой девушкой, так скажем, профессионалом Юлией Воронцовой, которая начала свою профессиональную деятельность с 17 лет, и за это время она полностью себя трансформировала в сторону технологий и так далее. И еще раз напомню, через год мы будем активно, так скажем, продвигать проект, который будет спонсироваться об ОСЕ, это называется «Женщины в технологиях стартап-лэб». Это будет первый актелератор в Центральной Азии, в Узбекистане, и до запуска этого проекта я решила сделать, как бы, такой, так скажем, промо-ютюб-чанел, где я общаюсь с молодыми талантами во всему миру, ну, с большим фокусом на Центральной Азии, но так как я часто бываю и в Ташкенте, и в Москве, и в Лондоне, все-таки решила пообщаться также с одним из талантливых девчонок, с Юлей. Давайте мы все-таки спросим. Вот, Юля, ты начала вообще свою деятельность с... У тебя была своя фотостудия в 17 лет. Как ты пришла к этому? Коротко, Матим? Да, даже можно сказать, 16 лет. Это было очень-очень случайно. Я была на первом курсе и поняла, что... Ну, начинать что-то делать нужно очень рано. Что старт должен быть ранен, потому что тебе придется, в любом случае, попробовать, потестить очень много сфер для того, чтобы найти какой-то свой вектор. И для этого нужно выделить время, и лучше, если это будет в раннем возрасте, потому что у тебя куча всякой энергии, куча задора, у тебя еще есть возможность на какой-то период времени опираться на родителей. И я начала в 16 лет искать работу. Я поработала кучу всяких мелких профессий, по месяцу, по два, но основной моя первая работа была работа в фотостудии. Я начинала как фотограф, но в итоге это была моя фотостудия. Я придумала свою модель монетизации. Я всех фотографировала абсолютно бесплатно. Все красивые девушки в Воронеже просто меня уже узнавали к концу третьего года, потому что я нашла заказ на производство календарей. И для этого мне нужны были красивые девушки, красивые фотографии. И я их просто всех собирала, бесплатно фотографировала. Они все потом ходили по всему Воронежу, рассказывали о моей фотостудии, о том, что есть это классно, ты попадаешь на календарь, получаешь кучу обработанных фотографий, и все это бесплатно. А как-то получается, у тебя был профессиональный фотоаппарат, все-таки 16 лет, сейчас, если ты хочешь купить себе нормальный фотоаппарат, это очень дорого стоит. Да, у меня был сначала партнер, который взял меня на работу, платил мне там просто невизерную сначала зарплату. И так получилось, что он решил переехать, но я уговорила его оставить мне в эту студию и за какой-то период отработать деньги, которые он мне уложил. Ну, то есть, там, часть из автопрада я ему, естественно, отдала, отработала, отдавала с заказов, часть он уже просто мне отдал, подарил. Ну, то есть, это и безстартная карьера. Я три года занималась в фотостудии, причем, с ног на голову модель, не как у стандартной, как в студии. Я ее сделала абсолютно... А получается, все-таки у тебя был интерес в дизайн, маркетинг, то есть, архитектура, да? То есть, различных, там, я знаю, персонажей и так далее. Да, да, да. Я издевалась над людьми как могла. Я их разукрашивала, вывозила на какие-то природы, заставляла залазить на какие-то места, покрывала всякими материалами и все такое. И получается, потом ты уже переехала в Москву. Да. То есть, по учебе. Отучилась ты в Воронеже. Да. И также поступила на... Нет, да? Я переехала на третьем курсе института. Я его заканчивала дистанционно. Никто об этом не знал. Вот. Так получилось, что моего супруга на тот момент решили перевезти работать в Москву. И, естественно, я поехала с ним, конечно же. Все бросила, закрыла фотостудию. И переехала в Москву. Я посмотрела на твой профиль. Ты довольно-таки очень... То есть, интересные проекты вела. Также проработала Microsoft, Domino's. И при этом все это связано с дизайном, UX-дизайнером. Получается, ты полностью уже как бы трансформировала свое направление. Более такой... In a subtle way, так сказать. Вообще, да, абсолютно. Он немножко смешный, потому что все-таки какая-то часть дизайна и креатива осталась. Более того, и UX я не сразу пришла. Я начала с чистого маркетинга. Я в Москве. Моя первая работа была в стартап-акселераторе. Мы с одним очень популярным на тот момент инвестором стартапы проводили очень крупные международные мероприятия для отбора проектов и инвестирования. И там я занималась чистым маркетингом, организацией. То есть я вот из такой продукт, можно сказать, работы в фотостудии, где все процессы организационные на себе, перешла в чистый маркетинг. И уже из маркетинга трансформировалась плавно в UX, ну, потому что они достаточно смежные, на самом деле. И получается, с какого возраста ты уже полностью работала чисто вот в технологических проектах? С 20 лет. 20 лет. И получается, вот уже сколько? Больше 7 лет ты в этом направлении. И что ты заметила? И я, так как я тоже, да, то есть технологических проектов, я знаю, что в основном очень, так сказать, большой процент идет на мужчин. То есть очень много мужчин-разработчиков, потому что это, типа, более мужское дело, да, и так далее. Да, за счет этого теперь создается такой большой, так скажем, disparity, дисбаланс, где сейчас такие огромные конгломераты технологических компаний, выделяет какие-то, то есть ресурсы, чтобы бустить, ну, активировать, так скажем, деятельность женщин, чтобы они больше были привлечены, разные там стартап-технологические проекты и так далее. Вот ты, будучи в разных проектах, да, Tech Projects, ты ощущала иногда некий такой сексизм, то есть на тебя так смотрели, ну, ты че, женщина что-то там, девушка? Понимаешь, здесь могу сказать так, какое-то, какого-то влияния сверху я точно не ощущала, но абсолютно прозрачно видно, что именно у девушек в умах есть ограничения. Они, у нас есть укрепленная такая социальная роль какая-то, она такая довольно общая о том, что ты должна делать, если ты девушка, и, в принципе, она в большей степени укреплена именно у девушек, никто мне, никто никому не запрещает пойти и делать то, что ты хочешь. Это, получается, ты хочешь сказать, всё-таки здесь больше восприятия у девушек, они просто сами должны эти же стереотипы изменить, и не думать, что подумает обо мне Вася, если я сейчас, допустим, возьму свой лэптоп и поступлю вот так вот, да, допустим? Именно, потому что в 99% случаев Вася реально всё равно, и он скажет, о, привет, да, давайте с лэптопом заходи, давай работай. Это, ну, вообще, 100%, тем более, особенно в технологичном мире, где доступность информации очень высокая, уже размыты вообще любые рамки стран, границ, полов, всего с чего угодно, их нет, и они только внутри, и это особенно видно именно у девушек постсоветского пространства. Всё-таки я даже сама выросла немножко в таком шаблоне, что так, столько-то лет, тебе нужно выйти замуж, потом тебе нужно сделать это, потом лететь, и у тебя дефолтное такое заднее ощущение, что... Твоя карьера, она минорная. То есть, это, конечно, классно, но сначала тебе нужно решить более важные социальные проблемы. И мне пришлось приложить довольно сильные усилия, чтобы вот прям внутри головы это перевернуть, что это, во-первых, не взаимоисключающие вещи ни разу, ты можешь быть, блин, классной супругой, обалденной мамой, при этом абсолютно реализованным человеком, вообще не напрягаясь. Ну, то есть, это не через борьбу какую-то, знаешь, прям боль и слёзы, страдания, а всё в кайфе, и никаких ограничений. Со стороны внешней следы лично я не заметила. Я заметила решения только в своей голове, которые мне пришлось прорабатывать и выращивать. Всё-таки, да, ты абсолютно права. Вот как ты считаешь, что всё-таки женщина, она multi-tasked, да, то есть multifunctional. Она может одновременно там готовить кашу, ещё сказать, одень там пальто, где будет холодно, а ещё и дать там, я не знаю, водичку для кота и так далее. Короче, очень много, то есть, задач в голове, и при этом она справляется. И вот я считаю, что всё-таки, когда ты видишь какой-то технологический проект, там же нету надобности постоянно приходить в офис. И мне кажется, это идеальная такая ниша для женщин, для девушек, допустим, ты берёшь какой-то интересный проект, отправляешь всех своих, то есть домочадцев там, куда, кто на работу, кто в сад, в школу, убираешься и говоришь, всё, начну работать. То есть, берёшь свой ваттоп, три часа качественной работы, и при этом за это тебе платить. И no need to go somewhere, да, то есть, идти куда-то. Вот что ты, допустим, представляла себе, допустим, ты постоянно должна вот идти на работу, там, с девяти до шести должна находиться. Вот ты бы могла работать вот в таком виде? Я знаю, что в твоём проекте ты можешь сказать и позволить себе, я сегодня работаю в кафе, я сегодня работаю в парке, я улетела там в Пятигорцах, я, допустим, улетела в Нью-Йорк, я оттуда буду работать, ребят. И при этом твоя команда абсолютно нормально к этому относится, говорят, ты чё, у тебя же не отпуск там, получается. Я работала в очень жёстком графике, в доме у нас как раз пицца с девяти до шести, и это было самым изматывающим моментом в моей работе. Это то, что делало мою работу как раз неэффективной. Вот эти блоки заставляли мой мозг думать о том, что никак мне быстрее ускориться, чтобы сделать мои задачи более эффективной и классной, ну, блин, потому что можно просто какое-то найти более изящное решение, тем более в UX, там нет необходимости, ну, это не выпиливать стол, где тебе нужно физически потратить много времени, тебе нужно придумать решение. И вместо того, чтобы продумывать более качественные решения, я продумывала, чем мне занять своё время. Это, на мой взгляд, уже очень устарелая модель вообще. Ну, модель работы. В каких-то сферах она всё-таки нужна, но точно в IT должно быть гибко. Иначе, ну, ты мозг не обманешь. Он начинает думать, как занять себя фрустрацией. Да, а вот как ты считаешь, ещё такой момент, а не все знают, что такое UX. Ты могла бы вкратце рассказать о своей роли, что это значит, что такое вообще UX. Вот, допустим, сейчас миллион людей скачивают разные приложения, но они не знают, что стоит за бэком, да? То есть сколько там команды работают над этим. Ты можешь вот свою функцию описать? Да, конечно. Я очень люблю UX говорить об этом просто часами. UX — это user experience. Есть в двух словах. Самая главная задача UX-специалиста — это выключить свой мозг и включиться в мозг своего пользователя. И сделать интерфейс удобным именно для пользователя. То есть, мне кажется, самое главное качество UX-специалиста — это способность убирать вообще своё любое мнение из процесса проектирования и опираться только на данные, которые ты добываешь в исследовании. То есть UX, по сути, это просто исследование и создание продуктов на базе исследований. Это получается так удивительно. У тебя как бы идёт комбинация маркетинга и плюс ещё и дизайн. Ты как бы исследуешь рынок. Рынок, то есть, так скажем, мнение пользователей и убираешь разные баги, фиксишь вместе с командой и делаешь интерфейс приложения более приемлемым и лёгким для использования. Да, да, да. Чтобы ни у кого не болели пальчики тыкать в неудобные приложения. А ты так, получается, если вы разрабатываете, допустим, какое-то приложение, какие есть метрики или же инструменты изучения, анализа, как ты собираешь информацию? Какие способы ресерча? Да. Ну, например, когда у тебя есть Big Data, например, и Допинс. У нас там было сотни тысяч пользователей в месяц. Первое, что я делала, естественно, это десятки писем обратной связи, где пишут, что у нас не работает кнопочка, а я вот не могу туда нажать, а что вот я не могу выбрать, там, не знаю, способ доставки другой. Первое, самое горячее, конечно же, пользователи тебе пишут сами. Ты их собираешь, как-то группируешь, потому что если это один на тысячу жалоб, то, ну, понятное дело, извини, ты один, мы тебя любим, но поможем тебе потом. Если их десятки, то ты дальше идешь в аналитику. Здесь очень важно строить тонкие срезы пользователей, чтобы данные были максимально чистые. И понять, вот эти 10 человек на сотню, которые пожаловались, действительно ли это есть проблема, потому что на Бегдате это можно уже увидеть, что ты построил какую-нибудь воронку тех, кто зарегистрировался 6 ноября, только женщины, которые заказали там пиццу Маргариту в своем заказе, и которые в итоге нажаловались, что именно в пиццу Маргариту нельзя положить какой-нибудь ингредиент, делаешь по ним срез, и понимаешь, какой процент этих пользователей действительно страдает, и есть ли это проблема. И самое важное, ну не самое важное, но тоже очень важное, понять стоимость для бизнеса решения этой проблемы. То есть, если эти пользователи смогут в итоге положить этот помидорчик за 50 рублей, и в итоге, решив эту проблему, мы заработаем для компании 50 тысяч рублей в месяц, а решив другую проблему, мы заработаем миллион рублей в месяц, вот следующий этап, это разложить весы этих задач. Вот. Ну, то есть, основная такая работа, это, конечно же, ресерч и приоритизирование, понимание, действительно, блин, идеальные эти проблемы, или нет. И дальше уже, дальше еще более интересный процесс. А как ты вот считаешь, вот, допустим, твоя работа зависит от решения, допустим, там, основателя, компания, или же ты все-таки, допустим, тот человек, который дает решение, говорит, вот это вот правильное направление, мы должны это применить. задвисит, конечно же, все-таки. Ну, во-первых, основатель, есть основатель, я считаю, что у него должно быть право, в это сделать какое-то свое решение, потому что, когда я буду делать свой проект, я бы хотела, чтобы у меня было такое право. Конечно же, все должны прислушиваться к каким-то рациональным. А еще такой, а какой ты человек, допустим, ты вот год проработал в одном проекте, как ты выбираешь? Тебе постоянно чего-то не хватает, или тебе нравится выполнять регулярно какие-то таски, или ты постоянно даешь для себя пищу для размышления, для развития, буст, то есть, как ты развиваешься? Точно. Второй вариант. В каких-то рутинных, постоянно, однообразных задачах лично я начинаю прямо скучать, засыпать, начинаю придумывать сама себе какие-то новые вещи, я начинаю залазить в маркетинг, начинаю залазить в какой-то проект менеджмент, какие-то другие сферы, если мне там хочется что-то новое пощупать. Ну да, мне нужно постоянно какое-то новое информационное поле, новая информация в моей среде, и делать что-то новое. И в этом плане UX, тема хорош, что твой рутинный процесс заключается в том, что ты обновляешь продукт постоянно. А, понятно. То есть, нету постоянно, регулярно. То есть, есть регулярные, но нету похожих. Да. А вот еще я хочу обратить ваше внимание, то есть, Юля, она родилась в Воронеже, на самом деле, вы знаете, это отдаленное такое село, так скажем, да, маленькое, но, тем не менее, она просто начала, так скажем, свой бэкграунд в фотостудии, то есть, как ты говоришь, бесплатно, то есть фотографировала, чисто, чтобы отточить свои какие-то навыки и получить хороший багаж, знания и практики, да. то есть, вот на сегодняшний момент ты уже поработала и в Доминос, и в Майкрософте, сейчас ты UX, главный UX в этом, в проекте Karma, Perture Learning Market, что ты думаешь, вообще, какой твой план на 10 лет вперед? Как ты видишь себя? Ты говоришь, я хочу залончить свой проект. Смотри, план у меня такой, мне очень повезло, то, что я попала в маркетинг и UX, ну, на самом деле, не повезло, я просто такого склада характера, что меня, как бы, сюда, естественно, занесло. Знания в UX, на самом деле, критически важны для любого основателя. Это все, что связано с вашим пользователем и тем, какой продукт им нужен. Мои планы еще доточить этот навык до очень высокого уровня, до такого уровня, при котором я точно смогу начать делать свой проект. У меня есть, естественно, уже куча идей, они постоянно наполняют мою голову. Я просто чувствую, что мне нужно еще немножко поработать в коллективе, послушать менторов, послушать других основателей, немножко получить еще больше экспириенса именно о ведении бизнеса, потому что там очень много операционных всяких дел, всего того, что я сама еще и там в силу неопытности не могу осилить, но я чувствую, что я уже близко, близко. А как ты думаешь, какие, то есть, самые главные качества ты приобрела в процессе ведения разных проектов, и ты потом думаешь, да, блин, я же не была такой, а сейчас я на таком уровне. то есть, да, здесь я хочу сказать, что самое главное качество вообще не связано со знанием, прочитать книжки, когда будет какой-то информацией, может абсолютно любой, она сейчас открыта, вы можете зайти на сайт Кембриджского университета, у него все программы живут, просто получайте кембриджское образование и выходя из дома. Информация сейчас не имея такого веса. Самое главное достижение свое, я могу сказать, это очень высокой гибкости отношения к проблемам. То есть, там, пять лет назад, столкнувшись с какой-нибудь агрессией или неприятием моей работы или чем-то таким, я чувствовала в себе вот это эмоционально убожимое, там, я какая-то инвегаэда или еще что-то, но все вот эти вот траблы психологические абсолютно прошли каким-то таким, не знаю, естественным образом и сейчас я могу очень четко фокусироваться именно на цели и понимать, что все, что я делаю, это лишь инструмент. То есть, если я нарисую какой-то интерфейс и мне скажут, что это полная ерунда, у меня не будет никакой эмоциональной связи с этим. я не пойду в слезах говорить, о боже, мне сказали, что я плохо нарисовала. Я скажу, окей, так, нужно сделать еще одну итерацию, нужно сделать еще одну итерацию, еще одну итерацию, еще одну итерацию, потому что у меня как морковка перед глазами висит цепь. и все действия, неважно, какое их количество, неважно, сколько их неверных или верных, зависит от нее. И, ну, раньше так не было. Раньше ты просто жил, о, я сделал какую-то задачку, она как будто понравилась, не понравилась, что-то как-то. Это было очень-очень маленькими шагами, не очень определенными в общей картине проекта. Сейчас я могу фокусировать. А что ты, как ты думаешь, успешность заключается в чем? То есть, вот, две важные, какие-то вот три важные факторы можешь выделить для себя? Осознание того, что конкретно для тебя успешность. Я вообще не люблю, и считаю это неверным, оценивать людей только по критерию финансового заработка, потому что это действительно всего лишь один критерий. Среди математиков вообще все равно, сколько ты зарабатываешь, если ты не умеешь решать какую-нибудь там алгоритму, а не оценивать себя по другим критериям. Ты должен осознать, в каких правилах, в каких вот этих вот оценочных системах ты хочешь быть, чтобы чувствовать себя счастливо. У тебя в психике есть уже уже все вложено. Тебе говорит, тебе твой мозг отвечает банальными эмоциями, тебе нравится или не нравится, холодный или жарный. Ты должен опираться на самом деле, интуитивно, на свое естественное ощущение себя, то есть не идти на поводу за какими-то очень-очень громкими стереотипными понятиями, типа ой, у тебя есть тундровер, ну тогда ты окей, ты со знаком плюс, у тебя нет тундровера, ты со знаком минус, иди поплачь. Ты должен интуитивно и потратить на это энергию, потому что это действительно, ну мягко говоря, непросто. Потратить на энергию на то, чтобы понять в какой системе координат ты будешь счастлив, и тогда ты сможешь выделить огромное количество энергии на то, чтобы стать в этом большим профессионалом. Я получаю кайф от того, что я делаю что-то очень хорошо, и от этого наслаждаюсь, как бы это не звучало очень-очень. Ну, как кажется, просто, но это очень сложно. Мне кажется, сейчас, на сегодняшний момент, очень многие женщины, они все-таки работают не по своей воле. Допустим, им не нравится, но чисто платят, ну окей, ну что, ну что-то такого, да? То есть, то есть, работает ради зарплаты, но на самом деле не понимают, что вот этот вот срок, он очень быстро пройдет. Поэтому, вот что ты можешь порекомендовать тем девушкам, которые смотрят нас, очень хотят изменить свое направление именно в сторону технологий, но при этом они там, я знаю, сидят замкнуты, говорят, ну ладно, за то же стабильность и так далее. Боятся, то есть, принимать риски. Я очень прекрасно понимаю таких девушек, здесь я бы хотела сказать, что я вот против, знаешь, таких леских движений, все бросьте, почувствуйте себя, ведите там, раз ты хочешь шить, эти шеи, я против этого. Все-таки мы живем в социальном мире, где ты действительно должен себя прокормить, где у тебя, скорее всего, есть дети и что-то такое. Я здесь за медленный подход, шаг, степ-бай-степ. Ты должен просто, должна мысленно осознать, что сейчас ситуация не полностью тебе подходит, но у тебя есть потребности. выделить небольшой блок энергии на то, чтобы каждый день по чуть-чуть начать, во-первых, себя понимать, а во-вторых, как говорится, закладывать один рубль на то, чтобы через 10 лет у тебя было 100 рублей с этого рубля. Ты должен долгосрочно понять, что ты хочешь изменить свою жизнь и делать по чуть-чуть, не ломать... Колоссально, да, всё меня? Да. Не ломать себе ноги, всё, я сегодня всё брошу, уеду на Шри-Ланку и там начну картины рисовать. Кто-то так может. Я считаю, что это просто совет не для всех. Действительно, страх тоже заложенный инстинкт, который тебе говорит о том, что нельзя туда прыгать. Мы не знаем, что там. Ты должен по чуть-чуть, по маленькому шагу, условно говоря, нравится тебе, хочешь ты стать художником, а ты сейчас менеджер в банке, ну, начни ты вообще по чуть-чуть, по полчаса в день, по полчаса в неделю тратить на это время. Прощупает, а ли это сфера или нет. Я бы не стала делать резкие движения. Я бы выделала себе, не знаю, 3-4 года. Да, постепенно. И постепенно начала бы развивать в себе ту сферу, в которую я хочу перейти без надрывов, надломов. И может быть, она сменилась бы, но сделала бы я это медленно, точно. Это прекрасно, поэтому девочки мои, дорогие, говорим не от прокрастинации, то есть надо брать руки в кулак и идти за своими, так скажем, планами, совершать, дерзать по чуть-чуть и не бояться, то есть брать такие мини-микроскопические риски, от этого ничего не будет. Поэтому вот это история номер пять с Юлией Воронцовой, которая родилась в Воронеже и сейчас на сегодняшний момент она работает и в Москве, и в Лондоне, и при этом разные проекты ведет в направлении UX, то есть она занимается тем, чем она хочет, то есть в любой момент может купить билеты и улететь куда-нибудь, как ты сказала, в Шри-Ланку или в Индонезию и оттуда, то есть мониторить все свои проекты. Мне кажется, это просто работа-мечта, но она не сразу к этому пришла, то есть все могут это воплотить, поэтому не киснем, идем вперед. По чуть-чуть. Всем пока.